Сегодня я буду рассказывать про две картины. Про картину Яна Ванейка, бургундского художника. Она называется «Мадонна канцлера Рулена». И про картину Рагира Вандервейдена, тоже бургундского художника. Она называется «Святой Лука, рисующий Мадонну». Эти картины весьма похожи друг на друга. Они попросту зеркальны. Эти картины написаны одна вслед за другой. Ванейк написал в 1435 году. И Рагир Вандервейден сразу вслед за ним. Сегодня даты установлены весьма точно. И не только по анализу древесины и краски. Но можно это проследить по событиям, сопутствующим картинам. И мы это сделаем. Но прежде чем начать говорить о картинах, надо сказать о том, что такое бургундское искусство в целом. Очень кратко. Великое герцогство бургундское – это очень странный и очень величественный анклав, возникший во время Столетней войны. Бургундия всегда существовала как весьма своеобразный анклав Европы. подпала под Францию, под дом Волуа в 11-12 веках. А в 14 веке, в ходе Столетней войны, произошло следующее. Во время битвы при Пуатье, когда король Иоанн II Добрый был разбит и взят в плен, прежде чем он был взят в плен, произошел такой отчаянный эпизод. Его сын Филипп защищал его от англичан, прикрывал ему спину, получил впоследствии прозвище «Смелый» за этот подвиг. И отец, желая вознаградить своего младшего сына, которому наследство бы никогда не досталось, дал ему в апонаж Бургундию. Апонаж значит то, что его наследники, наследники Филиппа, прямые по мужской линии, провели этим герцогством вплоть до того, пока линия наследства не прервется. И продолжалось это чуть более 100 лет, до 1477 года, когда Карл «Смелый» погиб в битве при Нансии. Это был последний великий герцог Бургундский. А в дальнейшем великая герцога Бургундская распалась, часть его перешла опять под дом Валуа. Но вот этот период 100 лет, или чуть более, он оказался настолько существенным, что за это время возникла ни на что необычная культура, суммирующая сразу несколько ветвей европейской культуры. В то время Бургундия, как ни странно, оказалась наиболее могущественным государством и уж, безусловно, наиболее процветающим государством на территории континентальной Европы. Случилось это в основном из-за того, что шла Столетняя война, в которой великое герцогство Бургундское участие, если и принимало, то весьма аккуратно и постоянно лавируя между сражающимися сторонами. То была на стороне Франции, то на стороне Англии, то опять на стороне Франции. И делалось это с тем расчетом, чтобы использовать войну для присовокупления, приобретения новых земель. Так оно и происходило. Ценой браков, торговых соглашений, финансовых альянсов. Бургундия увеличивалась настолько, что непомерно разрослась. К царствованию Карла X уже стоял вопрос, что главнее Франция или Бургундия, которая оставалась в ассальной территории, как бы, но на деле была уже более могущественна. Главной мечтой бургундских герцогов, великих бургундских герцогов, была корона. И вот в этом бургундском герцогстве в начале XV века возникает масляная живопись. Ее изобрели, как считается, как говорят, братья Ванейки, Губерт Ванейк и его младший брат Ян Ванейк, который 15 годами младше. Масляная живопись принципиально отличалась от темперной, которой писали иконы. Дело в том, что братья добавили масло в качестве, льняное масло, в качестве связующего в красочный пигмент. Это дало то, что живопись стала прозрачной. Можно было уже теперь писать прозрачными слоями, накладывая один слой поверх другого, так что краска снизу просвечивает через верхний слой, усложняя тем самым цвет бесконечно. Более того, возникла возможность писать тень, прозрачную, так, чтобы она прятала предметы, но как бы не до конца. Иными словами, возникла возможность сложной речи. Это можно сравнить с той речью писателя, которая усложнена дейпричастиями, отступлениями, когда автор что-то припоминает, сам с собой спорит. Это крайне усложняет и делает богатым высказывания, в том числе, философа. Например, к этому приему риторическому прибегали схоласты очень часто. Фома Аквинский в своей сумме противязычников или в сумме теософий, он прибегает к приему возражений самому себе, ну или, как сказали бы иные, к контртезису. Он очень часто на утверждение сам себе пишет возражение номер один, возражение номер два, тем самым усложняя собственное высказывание. То есть, то, что делает Платон, скажем, в диалоге, когда он разные точки зрения передает разным действующим лицам этого диалога, это Фома осуществляет внутри своего собственного текста. Вот именно это и сделали братья Ванейк с живописью. В иконописи невозможно сомнение внутри красочного слова. Иконописец не может написать тень, погрузив в нее не весьма существенные предметы, однако такие, о которых стоило бы вспомнить. А вот масляная живопись уже допускала то, что мы сейчас называем рефлексией. Возникла речь с рефлексией, речь с контраргументами, сложная речь. И, как это понятно, тем самым вопрос веры и убеждения, которое живопись должна транслировать, этот вопрос веры и убеждения весьма усложнился, коль скоро можно оспорить это убеждение даже внутри красочного слоя. Ян Ванейк был придворным художником великих герцогов бургундских в самом прямом смысле этого слова. Он отправлялся с дипломатическими поручениями и в посольство. Он сватал Изабеллу португальскую для Филиппа Доброго. То есть, он был придворным в той же степени, в какой Рубенс был придворным или Веласкес. Он жил при дворе. Правда, двор герцогов бургундских кочевал в силу того, что территория разрасталась. В этом тоже сказалась особенность этого герцогства, этого анклава, этого образования. Весьма могущественного в Европе, весьма необычного и одновременно страннейшего, какого никогда не бывало. Это было абсолютистское, авторитарное государство, но единой столицы у него не было. Традиционно столица была в Дижоне. Но в каждом из городов, куда перемещались герцоги, будь то Брюссель или Антверпен или Брюгге, возникала еще одна столица. И двор на какое-то время, а иногда на продолжительное оставался там. Ванейк, например, жил в Брюгге с 31-го года и до смерти. Так вот, я сегодня говорю о картине Мадонна-канцлера Рулена, на которой изображен министр иностранных дел Николай Рулен, он же канцлер великого герцога Столбургундского, автор внешней политики, весьма влиятельное лицо, меценат. Он перед Мадонной держащий на руках ребенка. Причем Мадонна в этот момент увенчана короной, или, так сказать, в процессе увенчания над ней парит ангел с короной в руках. Это то, что называется сюжет, называется коронование Марии. Надо сказать, этот сюжет не канонический. Он нигде и никогда не описан ни в одном из Евангелий, и в Рытиях ни один из святых апостолов его не упоминает, этот сюжет. Но он возник, тем не менее, и в иконографии этот сюжет существует. Обычно это событие относит к времени следующим за успением Богородицы. На небесах она встречает Иисуса, который возлагает на нее корону. Это рисовали многие. Как правило, это итальянские сюжеты. Итальянские художники крайне любили этот сюжет коронования Марии. Впрочем, существуют такие вещи и в Авеньоне. Вот картина Ангерана Куартона коронования Марии. Здесь, как вы видите, корона ее увенчивает Бог отец и Бог сын, причем оба написаны идентично. Вот снова итальянский сюжет. Но писал это даже и бургундский художник Дирк Боутс. Вот, например, Дирк Боутс коронования Марии. Как вы видите, везде это Бог возлагает корону. Ваннек рисует это весьма особенным путем. На картине изображена дворцовая зала, а вовсе не небеса. Отсутствуют привычные апостолы и архангелы, которые эту сцену как бы обрамляют и созерцают встречу спасителя со своей матерью. собеседником Марии выступает канцлер Рулен, узнаваемый портретно написанный вельможа. Он сидит, вернее сказать, он стоит на коленях перед пюпитром, но его колени так искусно задрапированы материи, что порой кажется, что он вальяжно сидит, настолько горделиво и осанисто пряма его поза. Смотрит он на Марию пристально и, я бы сказал, без благоговения. Место Иисуса занимает канцлер. В его взгляде есть властность. Вообще Николай Ролен был крайне суровый мужчина, осуществлял свою политику самыми подчас неожиданными и не всегда благородными приемами. Например, это он захватил Жанну Дарк и выдал ее англичанам. В общем, он француз, Николай Ролен, то есть он бургундец по государственной принадлежности, но он француз. И в Столетней войне выступает то на стороне англичан, то на стороне французов, но в тот момент ему было выгодно выдать Жанну Дарк. И вот этот человек, выдавший одну деву на костер, он смотрит на другую деву, в данном случае на деву Марию, причем смотрит, если не осуждающий, то во всяком случае оценивающий. С этой картиной любопытно сопоставить зеркальную ей картину Рогира Вандервейдена, написанную сразу же после этой вещи Ван Эйка. Картина Рогира Вандервейдена изображает практически тот же интерьер и тот же пейзаж. На картине Вандервейдена тоже изображена Мадонна и тоже с предстоящим перед ней. Мадонна точно так же с ребенком, но напротив нее не вельможа, а художник. Художник тоже портретный, это сам Рогир. Персонажи словно бы зеркально перемещаются, если в картине Ван Эйка Мадонна справа, то в картине Вандервейдена Мадонна слева, но все остальное сохранено без изменений. Ни у кого не возникает ни тени вопроса о том, что эта картина не просто реплика на осознательное повторение картины Ван Эйка, но с характерными изменениями. И вот я затем вспомнил эти две картины и показал, что они зеркальны, и одна вытекает из другой, затем вспомнил, чтобы найти в них спор двух людей и показать, что оба эти художника, действующие тогда, в 1435 году в Великом Герцоге Стебергунском, были людьми не просто живыми, но знающими друг друга, конфликтующими, имеющими полярные точки зрения, выражающими это пластически, то есть для них картина была не просто фактом и предметом украшения, демонстрации мастерства, так сказать, явлением их веры через краски, ну, все то, что мы обычно вспоминаем, глядя о сакральных изображениях Мадонны и святых, для них картина была весьма конкретным, живым, общественным высказыванием. На картине одним из главных действующих лиц является пейзаж. Многие историки искусств уделяют этому пейзажу большое внимание, потому что он детальный, мастерски выписан, через аркады окон открывается вид на город, город не идентифицирован, называют его по-разному, то Льежем, то Брюсселем, иногда Аррасом, я впоследствии объясню, почему, но нету идентификации города. Существенное место в этом пейзаже занимает мост, на котором стоит крест. Этот мост пересекает всю картину по горизонтали, и крест, стоящий на мосту, совпадает почти что с крестом державы, которую держит в руках младенца Иисус. над головой младенца и Мадонны витает ангел, парит ангел с короной, сейчас Мадонна будет увенчана короной на небесное царство, впрочем, это происходит в дворцовых покоях, а младенец Иисус держит державу как король, как пантократор, есть такая фигура Иисуса, Иисус Вседержитель пантократор, у которого иногда бывает в руках держава с крестом, но державу с крестом весьма редко, чтобы не сказать никогда, не дают младенцу в руку. Здесь же он держит державу с крестом, этот крест помещен рядом с крестом на мосту. У моста этого следующая история. На мосту Монтере некоторое время назад был убит великий бургундский герцог Жан Бесстрашный. Он был убит коварно французами, это было преступление, французское, за которое Бургундия мстила, заключив альянс с Англией. И вот лишь в 1435 году в ходе сложнейших переговоров идет Столетняя война. Идет Столетняя война, и весьма существенно, на чьей стороне будет Бургундия. А Бургундия как правило не на чьей стороне, а на стороне собственной выгоды. Но вот в 1435 году заключен Арразский договор, по которому Франция приносит извинения, и на том месте, где был убит Жан Бесстрашный, на мосту Монтере ставится, воздвигается крест. Там будут якобы паломничества к этому кресту, будут молитвы в честь невинно убиенного, и это параллельно с тем, что Франция производит некоторые территориальные уступки, и отныне Бургундия переходит, впрочем, не столь надолго, переходит от Англии, с которой недавно была в Союзе, к Франции. Это момент великого дипломатического торжества Бургундии, и великого дипломатического торжества канцлера Николая Рулена. В данном случае перед нами абсолютно идеологическое полотно. Та женщина, которая нарисована на картине Ванейко в виде Мадонны, это Изабелла Португальская. В то время она наконец произвела здорового младенца на свет ему уже два года. Это будущий Карл Смелый, который вполне может рассчитывать на то, что наконец-то он станет все-таки королем, и Бургундия станет королевством. Поэтому этот младенец горделиво держит в руке, в ручке державу, и крест на этой державе совпадает с тем крестом, который установлен в честь его вероломно убитого деда. Вот таким образом достигнут пик существования и надежд Бургундского герцогства вот этот самый момент придворный художник Ян Ван Эйк запечатлел на этой картине. Корона, которую возлагает ангел на чело Марии, на чело Изабелла португальской супруги Филиппа Доброго. Это родовая корона бургундских герцогов. Эту же корону мы увидим в Генском алтаре. И будет случай про это поговорить. Это не случайная корона, хотя мне приходилось читать в анализе, сделанном Вандербильдским университетом, что эта корона есть венец жизни, которую ангел возлагает на Мадонну. Нет, это не венец жизни, это корона бургундских герцогов, и она обещает стать короной королевской. И вот эту идеологическую задачу Ван Эйк решает совершенно буквально, не стесняясь того, что Николай Рулен канцлер выглядит скорее кукловодом Мадонны всего сакрального процесса, а Иисус Дофин в свои два года выглядит не милосердным, а, пожалуй, даже несколько устремленным к мирской власти. Прежде мне уже случалось говорить, что у всякой картины есть несколько уровней прочтения и понимания. Первый уровень этой картины безусловно иконописный, и Ян Ван Эйк следует той иконописной традиции, которую он вслед за современными ему итальянскими художниками, которых он превосходно знает, вслед за средневековыми мастерами Германии, которых он тоже знает, вслед за французской школой, которая ему знакома, он воспроизводит, если не канон, нет такого канона коронования Марии твердого, то, во всяком случае, сценонапоминающую, то есть, это сакральная сцена коронования Марии, это первое прочтение, что называется, икфрасис того, что изображено, но на символическом уровне это торжество герцогства Бургундского над своим соперником Францией и торжество данного политического деятеля Николая Рулена, приведшего герцогства к ощутимой географической геополитической победе и будущие совершения Карла Смелого, которые здесь намечаются. На уровне дидактическом, моральном, потому что всякая картина должна что-то нам поведать, какой-то нравственный урок, ваннекс, присущим ему придворным тактом и вместе с тем придворной же бестактностью, говорит о том, что лишь твердо служа власти и исполняя предначертания политические, исполняешь волю Божию. Это, в общем, сказано весьма недвусмысленно. Николай рулен политикан, интриган, расчетливый и безжалостный чиновник, но он возведен в сан равный, едва ли не равный. Мадонне и Мадонна зависят от него и царство Божие, которое предвидится в Великой Бургундии. А весьма многие хронисты бургундские расценивали вот то невиданное по своему расцвету благоденствие Бургундии, как едва ли не явленное царство Божие. И в самом деле в то время Бургундия достигала такого феноменального расцвета материального и культурного, какое не снилось ни итальянским маркизатам, ни морским республикам Италии, ни тем более Франции, которая в это время уполовинена благодаря Столетней войне. Париж в это время принадлежит англичанам, захвачен англичанами, столица в Туре, если это можно назвать столицей. Так вот, моральный урок этой картины тот, что лишь следуя политическим ясно сформулированным целям можно достичь Царства Божьего. И, наконец, есть какой-то общий метафизический результат, который эта картина воплощает. То послание высшего порядка, которое всякий человек должен усвоить, даже если он приходит к нему постепенно. и послание это, наверное, сформулируется так, что мирская власть от Бога. Картина именно об этом и ни о чем другом. И чем больше всматриваешься в эти роскошные, преувеличенно роскошные одежды предстоящего перед Мадонной донатора, ведь канцлер Руленс здесь играет роль донатора, но не скромного донатора, донатора повелителя, тем больше видишь, что мирская власть дана от Бога, удостоверена Богом и угодна Богу. И вот теперь переведем взгляд на картину Рогира Вандервейдена, которую Рогир пишет в ответ, непосредственно в ответ Яну Ванейку. Как я уже говорил, эта картина зеркальная, она повторяет все, за исключением двух мотивов. На картине Ванейка очень важен мост, вот тот самый мост, который фиксирует торжество Арарасского договора. Этот мост из картины изъят. Сохранен весь пейзаж без изменений, антураж комнаты без изменений, но мост словно выпал из картины. Тем самым художник говорит, что для меня политика не важна или не столь важна. На колоннах залы, в которой сидит канцлер Роллена Мадонна, изображены барельефы. Художник Ванейк деликатно помещает их в тень. Помните, мы говорили о том, что масляная живопись позволяет какую-то деталь чуть завуалировать, но не спрятать. Просто как бы сделать предложение с дейпричастиями, усложнить речь. И вот там в тень помещены рельефы Кайна и Авеля и Ноя с сыновьями, когда хам открывает наготу Ноя. Кайна Авель, то есть брат убивающий брата, это прямой намек, прямое указание на убийство Жанна Бесстрашного на мосту Монтере, за что сейчас наступила расплата. Но мы это помним, и это зафиксировано в барельефе. Открытая нагота отца говорит о том же самом, что этот наш старинный род никто не вправе осмеять и унизить. Эта тема предательства, которое Бургундия все время переживает, и законного воздаяния за предательство, которое обязано возвысить того, кто пострадал, это тоже нивелировано, это не воспринимается и не повторяется Рогенову Вандер-Вейденом. Он вообще выключает момент служения из своей картины. Для него служение выражается в ином. Служит не политикой, говорит Вандер-Вейден, но искусством. И вот эту вот Мадонну, которую никто не коронует в его картине, и тем более никто не коронует короной герцогов, эту Мадонну в его картине рисует евангелист Лука, которого художник написал с самого себя. Это его отношение к искусству, к тому, что есть искусство. Причем этого художника он надел в костюм врача. Евангелист Лука был доктором и правоведом, он же стал первым иконописцем. То есть это и Евангелист Лука художник, это и сам мастер Рогер Вандер-Вейден, и одновременно это врач, который врачует нравы. Эта картина противопоставленная политической ангажированной вещи Яна Ванейка была прочитана абсолютно адекватно замыслу Рогера Вандер-Вейдена, о чем свидетельствует то, что она была скопирована четыре раза. Нам известно сейчас четыре ее копии. Одна в Мюнхене, одна еще где-то. Но не исключено, я думаю, что наверняка была даже не одна копия. Настолько этот свободолюбивый ответ Рогера Вандер-Вейдена был считан и услышан. Сегодня, когда мы рассматриваем бургундских живописцев, живописцев великого герцогства Бургундского в хронологической линии, а естественно их так рассмотреть, они передавали свое кропотливое мастерство от одного другому, тем не менее необходимо понять, что внутри этого сообщества художников существовал не менее сложный и не менее агрессивный диалог, нежели таковой был в итальянских княжествах, маркизатах, республиках и так далее. Те художники спорили друг с другом, но точно так же, несмотря на то, что герцогство Бургундское было единое, авторитарное, несмотря на это, внутри этого в общем-то тоталитарного общества диалог идеологический, диалог оппонентов был весьма жив, масляная живопись этому только способствовала. Важно здесь то, что главным вопросом Ренессанса и Ренессанса итальянского и Ренессанса северного, которые возникали параллельно, был вопрос о том, какое именно наследие присовокупляется к христианской вере. Этот процесс полингенеза, когда зачерпывается прошлое из культуры, может привести нас к какому угодно сочетанию прошлого культуры и ее настоящего. Можно заимствовать Римскую Республику или Греческую Республику, Агору, а можно заимствовать Императорский Рим, Колонизаторский Рим, Имперский, Жестокий и так далее. И то и другое было представлено в Ренессансе. Гражданский гуманизм Пальмиери и вполне имперские схемы, которые выдумывал Борджи или та составная политическая власть, которой грезил Макеавелли, его напрасно, кстати, считают сторонником угнетения, Макеавелли думал о комбинациях республиканской и имперской власти. Все эти споры определяли искусство и, напротив, искусство определяло, порой, опережая своей трактовкой эти споры. Северный Ренессанс, Ренессанс Бургундский участвовал в этом диалоге. И то, как взаимодействовали итальянские мастера с бургундскими в это время, находилось внутри этого спора о республике и империи. В дальнейшем я буду рассказывать о других картинах Ванейка, а именно о так называемой Четеарнольфине и о Генском алтаре, и о других, конечно, картинах Рогера Вандервейдена, а также о Мемлинге, Босхе, последнем бургундском художнике. Но на этом сегодняшний рассказ я заканчиваю. Мне важно было увидеть одну картину в зеркале другой.